Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на сегодняшней встрече компании SkyWorld Community, на которой речь пойдет о транспорте будущего, который уже сейчас, в наши дни, успешно развивается в разных уголках нашей планеты. И, конечно же, главное, кому это необходимо и кому это принесет большую пользу, это сами люди. Именно поэтому люди, более 500 тысяч человек из 200 стран и регионов мира объединились вместе и довели один из самых крупных проектов в истории человечества уже до финишных этапов. На данный момент мы находимся на 14 этапе из 15. И создали, и уже практически полностью просертифицировали новый инновационный экологический вид транспорта, который поможет абсолютно всему живому на нашей планете, не только человеку. Конечно же, за час времени у меня не получится передать вам абсолютно всю информацию о таком масштабном проекте, поэтому самоисследование и изучение очень приветствуется. Я уверен, что вас заинтересует информация, которую вы сегодня услышите. И это видео, которое у вас на экране, интервью с Анатолием Эдуардовичем Юницким об итогах 2021 года будет интересно вам к просмотру, потому что тут будут затронуты самые главные аспекты того, как в такое непростое время мы, так скажем, умудряемся создавать настолько потрясающие технологии, настолько быстро и, конечно же, информация про первые адресные проекты. Дамы и господа, наша технология настолько уже просертифицирована, что первые проекты трассы с нашим транспортом уже в стадии строительства. И в этом году, в декабре, я уверен, мы услышим еще одно заявление нашего генерального конструктора Анатолия Эдуардовича Юницкого, где он нас, я уверен, порадует еще и дополнительными новыми проектами, которыми расширилась наша, так скажем, проектная структура. Можно, конечно, изучить много чего, и можно изучить и, так скажем, будущее от Анатолия Юницкого, как он видит транспорт и как он преобразится. Это все вы можете найти на YouTube, канал Анатолий Юницкий. Также вам будет интересно посмотреть техногенная цивилизационная развилка, где простым языком наш ученый описывает то, как развивается наша планета, какие у нее возможности, какие пути развития есть у человечества. Конечно же, это цивилизационная перезагрузка по версии Юницкого. Ведь мы сейчас завершаем первую, самую маленькую, самую понятную, но самую актуальную и полезную на данный момент технологию. Но Анатолий Эдуардович за свою жизнь изобрел целую серию технологий под названием ЭКОМИР. И скоростной инновационный экологический транспорт — это лишь первая из всех технологий. То, что вы видите сейчас на экране, это жилой кластер. То есть это ЭКОГОРОДА, эко-поселения или даже линейные города, где в таком кластере могут проживать от одной тысячи до десяти тысяч человек, имея абсолютно все, что необходимо человеку 21 века. Чистая электроэнергия, тепло, вода и питание в изобилии. Плюс пространство. То есть такой город, можно сказать, отвязан от всего остального мира тем, что он от него не зависит. Он может обеспечивать себя сам. И, дамы и господа, это не единственные гениальные технологии, их много. Например, в формуле будущего и как струнный транспорт может изменить мир — это выступление с ГИТЭКС, с потрясающей выставки в Арабских Эмиратах, где Анатолий Эдуардович представил, как поменяет нашу реальность, нашу жизнь в наших существующих городах и в новых городах приход нового транспорта. Можно сказать, на голову выше всех традиционных видов. Ну и, конечно, новые рекорды Unisky String Technology. Ведь мы движемся ежедневно по всем направлениям, на всех континентах, во всех странах. Ведь это самый глобальный международный проект. Ну а поскольку мы ближайшее время проведем с вами, давайте познакомимся немножко поближе. Если у вас есть желание, напишите, пожалуйста, кто вы и откуда, из какой страны, из какого города. Можете указать, если вы уже слышали о нашем проекте, когда вы о нем слышали, либо когда вы уже стали участником данного проекта. Меня зовут Артем Курбанов. Я сам из Латвии, из Даугавпилса. И всю жизнь я старался собирать информацию, собирать людей вместе, знакомить их и делать этот мир лучше всеми возможными способами. И когда начал узнавать, как это делать на всю планету, то есть не только на территории Латвии или Европы, а как влиять действительно на всю нашу живую планету Земля, я встретился с тем, что люди через интернет объединяются и создают любого масштаба компании, услуги, продукты, то есть то, что реально необходимо людям. Это сразу же становится международным бизнесом. Притом они делают это без корпораций, без банков, то есть собственными силами. Просто у кого-то есть идея, но нету средств и времени, например. А у кого-то есть средства, но нету идеи и времени. А у кого-то нет ни идеи, ни средств, но есть много времени. И в итоге экологическим способом эти три составляющие объединяются и создают практически один из лучших способов развития любых компаний и технологий. Именно таким, точнее, именно с элементами подобного способа мы и работаем в нашем проекте. И именно таким способом объединились более пяти сотен тысяч человек и довели такой масштабный проект до финишных стадий. С помощью этого проекта, с помощью компаний SkyWorld Community, каждый человек сейчас в такое непростое время может улучшить все эти побуждающие факторы, которые вы видите на экране. То есть любой из этих пунктов, либо даже все вместе, ну, конечно, при соответствующем вкладе наших усилий и времени, все они могут быть улучшены вами именно с помощью участия в компании SkyWorld Community. Ведь у нас проходит и обучение, и оффлайн мероприятия, и вся информация предоставлена для любого пользователя мира на 25 языках нашей планеты. Поэтому возможность для обучения, работы и участия в том, как развивается наша планета безгранична абсолютно для каждого. Поэтому выбирайте то, что нравится вам, и тогда та информация, которую вы сегодня услышите, уложится в определенную полочку вашей головы, для того, чтобы вы могли дальше ее использовать. А если у вас останется вопрос, как информацию, которую я передаю вам сегодня, может быть использована для улучшения этих факторов, пожалуйста, напишите мне на корпоративную почту. Она есть у нас в чате. artyomskurbanovsobaka.skyway.capital. И я смогу помочь вам понять, как это использовать. Либо, конечно, обращайтесь к тем людям, которые вас пригласили на данную встречу. Ну что, начнем? Человечество. 8 миллиардов человек. Одна из самых больших и движущих сил в нашем мире. Ведь люди действительно имеют настолько большое влияние на всю флору, фауну, на искот времени и на друг друга. Мы действительно одна из самых больших сил. Но именно из-за этого ответственность за нашу планету и за будущее нашей планеты лежит тоже на нас, раз мы самые ответственные, самые сильные. И у нас есть в этом помощь. Именно та помощь, которая у нас и сделана настолько влиятельной. Это наше детище, наши технологии, наша техногенная сфера. То есть, когда-то с появлением примитивных первых технологий, типа дубления кожи, либо разведения костров и обжарки еды на термообработке, это наши первые технологии, и они шли с нами в ногу в течение всего времени. Так мы видим, что создавались технологические уклады. То есть, те технологии, которые в корне меняли жизнь человека. И после этих появлений и распространения этих технологий, жизнь на нашей планете резко менялась. Например, появилась железная дорога. Как много это дало нашему миру, какие скорости, какие новые возможности в торговле, обучении. Потом появилось электричество, например. И это тоже изменило нашу жизнь, особенно, так скажем, индустриальную часть и нашу ночь. Чем больше электричество осваивалось человеком, тем, так скажем, безграничны становились возможности по отношению к дневному циклу. Если когда-то мы могли работать только днем, то при появлении электричества все больше света, свободного, спокойного. Таким способом люди стали работать круглые сутки, денно и ночно. Конечно же, четвертый технологический уклад — нефтехимия, автомобилестроение. Но сейчас мы живем в мире пятого технологического уклада. Это интернет, виртуальная реальность и гаджеты. Это те технологии, которые сейчас сделали этот мир таким, что мы можем, находясь каждый в своей стране, в своем городе, в своем доме. Я, например, сейчас в Гетебурге в Швеции, на западе Швеции. Кто-то, наверное, в Риге в Латвии, кто-то в Литве, кто-то в России, кто-то в Белоруссии. То есть и мы можем находиться с вами, можно сказать, в одном пространстве, в одной комнате, каждый со своими удобствами, и общаться, задавать вопросы в реальном времени практически, получать на них ответы, оставлять свои комментарии, получать самое важное, полезную информацию. До чего дошел прогресс. Но это все информация, то есть цифровая часть информационная. То есть мы делаем все быстро, то, что связано с информацией. Пересылаем гигабайты за секунду, звоним в реальном времени на другой континент, можем по видеосвязи через спутник связаться с противоположной точкой нашего голубого шара. То есть мы все делаем быстро. Даже средства, деньги уже пересылаются через всю планету, иногда мгновенно. Но мы все еще живем в физическом мире, а значит нам необходимо перемещаться, перемещать наши продукты питания из страны в страну, перемещать наши грузы, которыми мы пользуемся, особенно в эру потребления. Поэтому одна из важнейших технологий сейчас это ускорить нашу физику, ускорить наше перемещение, перемещение наших потребностей, наших грузов и нас как пассажира. То есть это та часть, которую сейчас, если изменить, дать возможность новых скоростей, новой логистики и перевести самые опасные транспорты в экологическую безопасную часть, это даст фантастическое ускорение и потрясающие возможности для всего человечества. При том, что данная технология самая экономичная из всех, которые вообще существуют. То есть все традиционные технологии, их стоимость, реализация, эксплуатация гораздо дороже и занимают гораздо больше ресурсов нашей планеты. Так что, дамы и господа, присяживайтесь поудобнее, потому что сегодня для вас откроется очень интересная возможность и очень интересная технология. Но обратимся к пятому технологическому укладу, в котором мы живем здесь и сейчас. Смотрите, это те компании, которые когда-то, только, можно сказать, внутри них люди понимали, что они делают что-то, то, что приведет их в будущее. Жалко, тогда еще не было такого распространения интернета, и они не могли вот так, как мы, так скажем, сесть в каждой своей комнате, подключиться и узнать, чтобы, например, там, владелицы Гугла могли рассказать другим людям о том, что они создают такую потрясающую компанию. Вскоре будет очень много информации, и нам необходимо будет ее как-то искать, как-то сортировать и так далее, и мы знаем, что с этим делать. Если бы у них была такая возможность, то их дивиденды и капитализация, и их развитие было бы еще больше. Вот. Но, тем не менее, все эти компании ежегодно приносят невероятно большие дивиденды всем совладельцам этих технологий, и, конечно же, произошла огромная капитализация. То есть, те компании, они стоили когда-то очень-очень мало, они были маленькие. Но, чем больше они развивались, а развитие происходит, если это необходимо людям, если люди используют это, хотят это, то тогда компания растет еще больше и больше, и это создает огромную капитализацию. То есть, та компания, которая была построена и запущена, например, за 10 тысяч долларов, через десятилетия может стоить несколько миллионов. То есть, капитализация, это хоть десятки, могут быть даже сотни тысяч процентов. И это перед вами историческая статистика. То есть, представляете, компания Google 10 долларов. То есть, в компании какая-то часть стоила 10 долларов. Часть осталась та же, этой компании, процентная, но теперь она стоит не 10 долларов, а 100 тысяч долларов. Это историческая статистика, вы можете это проверить. То есть, то, что было необходимо людям, несомненно, будет развиваться. Были у нас компьютеры Apple, Microsoft, операционные системы, интернет-кошельки, Walmart, Boeing, Alibaba, покупка и продажа в интернете, сейчас, особенно в аэропотреблении. Представляете, то, что раньше, 18 лет назад, кусочек этой компании стоил 100 долларов, сейчас он будет стоить более миллиона семьсот восьмидесяти тысяч долларов. Это кажется фантастика, но нет. На самом деле, то, что необходимо человеку, всегда берется им и используется. То, что необходимо человеку, развивается и распространяется. Как когда-то у нас были пейджеры, потом появились мобильные телефоны, а теперь у нас есть маленькая плиточка, в которой есть вообще все. И люди, они выбирают лучшее, как бы то ни было. То есть, они оставляют те технологии, которые остались неэффективны, или неполезны, или медленны, и берут новое, берут новое. И вкладывая туда свое внимание и свои ресурсы, это развивается. Так вот, эти компании, это тот уклад, который, в котором мы живем сейчас. Но это все информация, это все цифра. Да, сейчас они получают достаточно большие, так скажем, цифровые технологии, получают достаточно большую прибыль. То есть, это очень востребовано. но мы по-прежнему кушаем физическую еду, по-прежнему перемещаемся через города, в другие страны, и это все происходит на физике. Поэтому, все эти компании, вместе взятые, будут менее, менее успешные, и менее большие, и прибыльные, чем та технология, о которой сегодня пойдет речь. Ведь мы говорим с вами не просто о каком-то концепте, либо какой-то очень узкой технологии, которую можно внедрить буквально в какое-то там одно или несколько мест. Нет, Анатолий Эдуардович изобрел, и сейчас уже с помощью людей со всей планеты, практически сертифицировал полноценную транспортную отрасль, которая по потенциалу не уступает таким отраслям, как железнодорожная, автодорожная, либо авиационная. То есть перед вами новый вид транспорта, который по всем характеристикам превосходит все существующие и придуманные до этого. И это транспортный бизнес. Он является одним из самых дорогостоящих, одним из самых прибыльных, но не стоит забывать, что и одним из самых коррумпированных. Это очень хорошо прослеживается на том, как пропадают некоторые технологии и какие палки в колеса ставятся, так скажем, в развитии экологических проектов. И уж тем более экологического транспорта, который просто заберет работу у других транспортов. Просто из-за своей эффективности и экономичности. Это будущее нашей планеты в транспорте. Причем по факту изменить кардинально что-то еще вряд ли удастся в ближайшие годы без появления каких-то суперновых технологий. Конечно, бы хотелось сразу телепортацию, но мечтать мне вредно. Начнем сначала с реальных технологий, которые уже изобретены. Кто знает, может, Юницкий еще даст нам интересную, так скажем, вишенку на торте. Но уже даже пока мы имеем семь крупных технологий и первую мы уже успешно завершаем. Перед вами транспорт, который освободит всю поверхность планеты Земля, которая живая, на которой по факту и должна находиться жизнь. То есть все живое. Флора, фауна и человек. И с помощью такого транспорта мы уберем аварийность, мы освободим Землю, она снова станет жива, она снова станет свободна, она снова станет безопасна. При этом у нас будет еще более эффективный транспорт, чем был до этого. Кажется, фантастикой, можете подумать вы, но на самом деле нет. Это не фантастика. Это абсолютная реальность. И то, что вы видите, это фотографии. И давайте посмотрим, почти как это связано с каждым из нас. То есть, например, транспорт водный. С одной стороны, он не влияет. Вот я, скажем, не катаюсь никогда на водном транспорте, но он все равно на меня влияет. Влияют те пути, по которым он идет. Загрязнение воды, использование топлива, загрязнение воздуха, огромная стоимость, потому что подобный транспорт может идти дни, недели, месяцы. И огромные простои в портах такого транспорта, пока разгрузка происходит, потом в 5-6 слоев этой контейнера, их тоже нужно потом отгрузить на какие-то либо поезда, либо фуры и доставить уже до места. За все это время, за все эти оплаты, за все эти простои, как думаете, кто платит? Конечно же, конечный потребитель. Мы с вами. То есть, если у нас будет транспорт, который будет быстрее и при этом экономичнее, то есть будет стоить дешевле, не будет стоить дороже, чем все предыдущие, он будет быстрее, он будет автоматический, более эффективный, меньше человеческого фактора. Получится, что мы будем, кроме того, чтобы быстрее получать свои товары, либо сам ехать, так еще и дешевле. Здорово ведь, правда? Но, если говорить честно, большое спасибо такому виду транспорта, потому что тысячи лет напомогал. Но сейчас, в эру 21 века, к сожалению, этот транспорт не может обеспечить абсолютно все потребности человека. Конечно, можно попытаться представить себе мир в полете, но, если вы посмотрите, просто взгляните, все эти точки это аэропорты, умножьте их на 20, а может даже на 30, это будет количество самолетов в воздухе, и все эти самолеты огромного веса, тратят невероятное количество ресурсов нашей планеты для того, чтобы этот вес поднять в воздух и очень долго удерживать его там, пока они доберутся из точки А в точку Б. Эффект экономический очень жестокий, экологический еще гораздо жестче, и если мы посчитаем весь путь из дома до аэропорта, пока сдать багаж, пока найти, пока дойти, пока дождаться, добраться до ворот, пока пропустят на самолет, потом его там проверяют, пока ему дадут возможность взлететь, потом мы летим, и обратная сторона, то есть в итоге у нас получается такая огромная затрата времени, что эффективен ли он? Если считать, то его эффективность не такая уж и высокая. Вот. И получается, если есть транспорт эффективней, экологичней и безопасней, и если он в итоге получится либо быстрее, либо при всех плюсах, но может быть чуть-чуть медленнее, это же прорыв, это даст огромные возможности. Притом, по этим технологиям струнный транспорт второго уровня сможет построить любая страна, но не любая страна, сможет позволить себе хороший аэропорт и построить такие полосы, чтобы туда могли приземлиться действительно большие самолеты. Например, некоторые крупные самолеты не могут приземляться в некоторых аэропортах, потому что у них просто не хватает расстояния, то есть земли и, например, длины и ширины пути, чтобы приземлиться или потом разогнаться и улететь. То есть не все виды транспорта могут позволить себе весь мир, но весь мир сможет позволить себе струнный транспорт второго уровня. Анатолий Эдуардович специально позаботился об этом и делает все, чтобы как можно быстрее данный транспорт пришел на помощь, потому что нашему миру в транспортном направлении действительно нужна большая помощь, и за сегодняшнюю нашу встречу вы это почувствуете и поймете. Наша железная дорога, конечно же, прекрасный помощник, который последние 150 лет служил нам верой и правдой. Представляете, когда только все начиналось, люди без роботов только кирками и лопатами вручную за день умудрялись выстраивать по 30 километров железной дороги. Насколько она была важна и актуальна. Но сейчас, с учетом погрузки и разгрузки, средняя скорость железнодорожного транспорта всего лишь 15 километров в час. С учетом погрузки и разгрузки. То есть, с учетом нашего транспорта, мы в десяток раз, ну ладно, не в десяток, гораздо быстрее будем справляться с подобной частью, как минимум потому, что это автоматизация, закрывающая технология. То есть, меньше человеческого фактора, все будет двигаться с помощью наших роботов, наших искусственных интеллектов, алгоритма. Потому что, по факту, задачи будут просты. Доставить безопасно груз из точки А в точку Б по уже построенному пути, где не может быть баховых столкновений, где не может быть столкновений спереди или сзади. Потому что все транспортные средства и вся дорога, каждая ее частичка, связанные между собой, постоянно сообщаются и имеют прописанные алгоритмы, как действовать в том или ином случае. Поэтому новый уровень подобного транспорта позволит, например, железной дороге освободить пространство на первом уровне и убрать то, что неэффективно и очень дорого, и заменить тем, что эффективно и гораздо разумнее и экономичнее. Но вот это самая большая проблема — это автотранспорт. Самый опасный убийца на нашей планете, как оказалось, больше, чем все остальное. То есть в автокатастрофах погибают больше людей и становятся инвалидами, чем во всех остальных катастрофах в мире. То есть просто представьте масштаб вредоносности нашего любимого мобильного средства. И это пять площадей Великобритании, закатанной под асфальт, мертвая земля, которая не производит ни кислород, никакие плоды, то есть ничего, что связано с жизнью. Она просто мертва и закатанная. Но мы сможем этому помочь. Мы сможем это поднять, убрать, заселить гумусом, специальной, так скажем, специальной землей, насыщенной, черноземного типа, на котором все как на дрожжах будет расти, при том, что это абсолютно экологически чисто. И это тоже одна из технологий Анатолия Эдуардовича Юницкого. Одна из потрясающих, которая изменит вопрос голода и, возможно, даже в ближайшее время изменит вопрос пустынь. Потому что с помощью подобных технологий, с помощью специальных станций производства гумуса, которые по совместительству производят еще и чисто электроэнергию, можно будет каждый год уменьшать и уменьшать границы наших пустынь на нашей планете. И такие запросы уже есть, поэтому уже очень скоро будет строиться завод по производству гумуса, потому что заказы есть уже на эту потрясающую вещь. И автотранспорт, то есть даже в наших городах, часть ненужных дорог просто могут убрать, заменив ее на то, что связано с жизнью. Плодовые кустарники, плодовые растения, цветы, газоны, фонтаны, ручьи и так далее. То есть, чтобы наши города были похожи не на микросхему, где муравейник, где нету ни листов, ни деревьев, ни кустов, вообще ничего, просто бетонные джунгли. Мы же не такие, мы же живые. И поэтому место для жизни, то есть наш город, где мы живем, он должен быть приемлем для этой жизни. Поэтому, дамы и господа, каким вы транспортным вы бы не пользовались, либо не пользуетесь вообще никаким, то, что происходит на планете, влияет на вас абсолютно на каждого человека. И всегда выходя на улицу, мы в большой опасности именно из-за этого транспорта. Полтора миллиона жизней в год теряет наша планета из-за этого транспорта. И более десяти миллионов человек становятся инвалидами. Я до того, как начал это изучать, я не знал, что может быть настолько большой негативный эффект от, кажется, одного из самых классных изобретений человечества, автомобиля. Но сейчас, узнав об альтернативе и сравнивая альтернативу и все ее выгоды, все характеристики с тем, что есть у автотранспорта, понимаешь, что каким образом в течение последних 20 лет еще не вся планета услышала и присоединилась к Анатолию Эдуардовичу, чтобы как можно скорее построить струнный транспорт по всей планете и связать абсолютно все города и континенты этим транспортом. Внутри города до 150 км в час, между городами, так скажем, нашим юнилётом до 600 км в час, а уже в следующей технологии, о которой Анатолий Эдуардович объявил и уже давно, передвижение в фар-вакууме, разреженной среде, до полторы тысячи километров в час. То есть гениальности изобретений данного человека нет предела, и он успешно и ежедневно все последние годы доказывает то, что он действительно настолько гениален. Но ничего не получается без самого народа, ведь мы самая большая и движущая сила, дамы и господа. И с этим необходимо свыкнуться, необходимо почувствовать, что мы действительно, раз мы больше всего влияем, значит мы ведем себя как хозяева этой планеты. А раз мы хозяева планеты, значит это наш дом, в котором мы живем, значит на нас и лежит вся ответственность за то, каким он будет для следующего поколения. Что произойдет за 20, 40, 50 лет? За несколько поколений дойдем мы до точки невозврата, неправильно используя нашу планету, загрязняя ее и расшатывая нашими вредоносными технологиями. Так что мы дойдем до точки невозврата и больше экологию вернуть нельзя будет. Либо мы все-таки увидим преимущества экологических технологий. Мы увидим и дадим старт, поддержку таким ученым, как Анатолий Эдуардович Леницкий и таким технологий, как ЭКО-МИР, то есть как серия технологий ЭКО-МИР. И это все в наших силах. Если раньше человек мог сказать, что нет, я ничего не могу сделать, я никакой не министр, меня никто не будет слушать и так далее, то сейчас абсолютно каждый человек на нашей планете может влиять на то, что происходит. И сейчас с помощью такого проекта, как SkyWorld Community, наш струнный транспорт второго уровня, каждый человек может внести свою лепту в развитие всего человечества. И я считаю, что для человека разумного, наверное, это не столько обязанность, сколько привилегия сделать этот мир лучше. Сделать этот мир таким, чтобы нашим детям хотелось в нем родиться, чтобы нам самим хотелось произвести потомство, потому что мы понимаем, что да, в такой мир, в такую жизнь обязательно нужно прожить. И мы с вами, дамы и господа, очень недалеко от этого, потому что что бы ни происходило в мире, я каждый день встречаю людей, у которых что-то хорошо, а у других что-то плохо, и так далее, и так далее. Каждый человек выбирает свое отношение к этому миру, свое влияние на этот мир. В данный момент Анатолий Эдуардович Юницкий сделал все так, что он предоставляет абсолютно любому человеку на нашей планете поучаствовать и ускорить революцию в техногенной сфере. Сделать действительно перезагрузку нашу техногенную и направить все человечество, а следовательно, раз оно так влияет, и все живое на нашей планете в более благостное русло. Ведь при экологических технологиях на поверхности планеты, то есть по факту нас больше всего интересует вот это пространство между стратосферой и поверхностью нашей планеты. Вот именно в этом пространстве, в этой биосфере мы живем, и там вместе с нами гармонично могут развиваться только экологические технологии, потому что все остальные технологии будут уничтожать нас же. Получится, что либо одна сфера будет расти, либо другая. Но с учетом того, как растет производство у нас, у людей, мы превратимся в матрицу, если не начнем следовать разуму. То есть использование в биосфере, там, где мы дышим, живем и растим нашу пищу, только экологические технологии. Как пример. Я когда был в Испании, гулял по Валенсии и видел, что растут мандарины на деревьях. И для нас, для людей с постсоветского пространства, боже, у тебя прям в городе мандарины растут, такая красота. Прям хочется подойти, сорвать его и съесть. Но с другой стороны, я понимаю, так, а как я его съем, если он здесь дышал всем тем, что происходит в этом городе? А тут, вон, там завод, там завод, тут автострада, тут дорога и куча машин, там пыль и так далее, куча выхлопа. И я понимаю, этот продукт отравлен. То есть, получается, пища, которая выросла в городе, где мы живем, отравленной ее нельзя есть. А получается, мы живем в этом городе и растем, и с нами все в порядке. Наверное, что-то из этого неправда. Наверное, все-таки для нас, для живых, абсолютно неестественно жить в месте, где мы не можем вырастить чистую полезную пищу. Разумно ведь, правда? То есть, то, что сейчас люди и человечество переходят с двигателя внутреннего сгорания на электродвигатели, это очень правильно. Еще в 2020 году, а некоторые в 2025 и в 2030 годах страны, был большой саммит, где они решали, что пора прекращать производство двигателей внутреннего сгорания. И ставили каждая страна себе определенную задачу, когда это сделать. В некоторых городах уже нельзя въезжать с двигателями внутреннего сгорания. То есть, скоро их перестанут производить новые машины, либо двигатели внутреннего сгорания. И в скором времени некоторые страны вообще запретят использовать что-либо подобное вблизи выращивания пищи или проживания людей. То есть, представляете, все-таки мир растет достаточно серьезно. И как же здорово, что Анатолий Эдуардович понимал это еще лет 30-40 назад и уже с тех времен начинал развивать именно экологические технологии. И по факту перед вами электромобили, только на стальных колесах, и которые не на первом уровне, а на втором уровне, с гораздо более разумной логистикой и с гораздо более высокими характеристиками. Это гениальное решение гениального человека. И эта гениальность, она прослеживается всюду в его работах. Он всю жизнь уделил науке, обожает природу. Анатолий Эдуардович сделал все для того, чтобы передать знания и создать способы, как взаимодействовать с нашим миром с помощью наших технологий, для того, чтобы мы жили в благополучии и изобилии, и никак не наоборот. И в каждой технологии Анатолия Эдуардовича вы сможете это увидеть. Как в транспорте второго уровня струнного типа, так и в производстве гумуса, в получении электричества из бурых углей, из сланцев нашей планеты, которое более чем на пять тысяч лет позволит, так скажем, свободную, ну не свободную, а более чем на пять тысяч лет даст экологический способ получения электричества. И обеспечит всех людей на планете этим электричеством более чем на пять тысяч лет экологическим способом. И это еще одна из технологий Анатолия Эдуардовича. То есть они будут идти все по очереди какие-то смежно. Главное было сейчас запустить этот первый проект, показав, насколько это все-таки серьезно. И притянув внимание людей к тому, что ученый доносит все эти технологии до людей, конечно, в эру потребления и нефти не самое простое время, но он уже 40 лет пытается донести все эти технологии и новый взгляд на то, как мы можем управлять и жить совместно с нашей живой планетой. Но почему-то, и, наверное, понятно, почему, а еще раз, эра потребления, эра нефти, банков и прочего, все эти технологии тормозились, ставились палки в колеса, пытались и отобрать технологии, пытались и прикрыть технологии, и украсть, и посадить нашего Анатолия Эдуардовича Яницкого. Но гениальный человек прорвется везде и нигде данный человек не уступил, а шел дальше к своей цели, потому что понимал, что этот комплекс технологий на данный момент, можно сказать, последний оплот нашего мира для того, чтобы не довести его до предельного состояния, а уже сейчас постепенно, и самое главное, начиная с транспорта, самого актуального, так скажем, изобретения на данный момент, которое принесет самый большой эффект, именно с этих технологий начать, а после завершения, то есть мы сейчас на 14 этапе, останется 15 этап, после его завершения весь проект, вся компания выходит на полное самофинансирование, то есть ей уже ничего не нужно для того, чтобы дальше развиваться и строиться по всей планете, а все участники SkyWorld Community смогут помогать развивать будущие, следующие технологии Анатолия Эдуардовича. И можно выяснить, немножко поизучая, что это действительно очень серьезный ученый, что за ним действительно огромный опыт, ведь он создает самые оптимальные, эффективные и безопасные решения, причем во многих сферах, как и в градостроении, то есть кроме струнного транспорта, гумуса, электричества, есть еще эко-дома, которые, так скажем, с озеленяемыми крышами, и даже внутри есть сад. Вот, например, сейчас в Белоруссии в эту температуру было видео, заходят люди в дом, в наш экологический, в Мариной Горке, и растет инжир спелый, то есть у тебя прям сад, прям в твоей гостиной. Но так же примерно будут выглядеть наши эко-поселения и линейные города. Ну и, конечно, это же и перенесется в разработки Юницкого, как мы будем осваивать ближний космос, потому что от технологий человечество не откажется, мы привязаны к технологиям, это наше детище. Но вредоносные технологии, то, что еще сейчас нет возможности заменить на эко, это можно просто вынести из вот этой вот части вокруг нашей планеты, там, где все живое находится, туда, где нет понятия экология и этих флор и фауны человека, то есть в ближний космос, буквально несколько сотен километров от поверхности нашей планеты. И уже там, кроме того, что не будет вреда от производств некоторых, либо работы каких-то фабрик или чего-то подобного, так у нас еще и получится неограниченное пространство, которое на планете уже ограничено, мы ее заселили, нас уже 8 миллиардов. Так кроме того, что у нас будет неограниченное пространство, у нас будет прямой доступ, можно сказать, к солнечной энергии и электростанции, которые будут, так скажем, добывать электричество, которое мы будем поставлять на Землю. Также это потрясающие способы, так скажем, получения новых материалов, потому что там есть такой фактор, как невесомость, что очень много может дать человечеству. Полный вакуум — это тоже может позволять создавать потрясающих свойств материалы, которые мы потом можем использовать на нашей планете, и их свойства будут, ну, просто фантастические. Анатолий Эдуардович огромную серию технологий проработал, в общем целом, жизнь от и до. И к его изобретениям стоит присмотреться и прислушаться. Ведь человек за свою жизнь создал более 150 изобретений, написал более 20 монографий, получил несколько грантов в ООН, получил премию мира в Братиславе в 2018 году за всю серию технологий «Экомир», дамы и господа, и там оценило его научное сообщество, и нумерировались очень серьезные деятели этого мира. Но его оценили всю серию технологий, а мы завершаем лишь первую, самую маленькую, самую земную и самую понятную. Поэтому, если вы хотя бы чуть-чуть поизучаете, вы поймете, что мир в потрясающем сейчас развитии, и мы живем в потрясающее время, во всех смыслах этого слова. Потрясения могут быть ведь разные, правильно? Всем, кого это заинтересовало, пожалуйста, зайдите на веб-сайт unitsky.engineer. Юницкий инженер только по-английски. И вы сможете посмотреть, как Анатолий, так скажем, как этот гениальный ученый уже с 1966 года помогал и предлагал свои решения этому миру для того, чтобы сделать его чище, безопаснее, эффективнее, быстрее, ну, да и просто более свободным. Потому что одна из частей направления его технологий — это закрывающая технология, автоматизация. Ведь человек сейчас, с учетом таких технологий, которые мы изобрели до сегодняшнего дня, наши искусственные интеллекты, наши программы, в данный момент огромное количество действий, например, опасных действий с опасностью, либо рутинных действий, могут выполнять наши компьютеры, наши роботы и освободить время человека, сделать его жизнь более безопасной, освободить его время для того, чтобы он творил. Ведь мы же творцы, мы же часть творения. И, конечно же, творческое свободное время — это то, что необходимо человеку для того, чтобы быть более счастливым и менять этот мир к лучшему. Ну, и, конечно же, понимать себя намного больше. Так и Анатолий Эдуардович с помощью этой технологии струнного транспорта, с помощью компании Unisky Stream Technology Inc. он создал возможность абсолютно всему миру, абсолютно всем странам и городам получить самый эффективный способ передвижения грузов и пассажиров за всю историю. И главное, что владеть всем этим будут именно люди. То есть именно люди больше всего заинтересованы в таком быстром, безопасном и экономичном транспорте. И именно люди же будут его использовать. И получается, никто, кроме людей, больше не заинтересован в том, чтобы это получилось. Потому что те, у кого есть сейчас традиционный транспорт, это самые дорогостоящие бизнесы в мире. И никому не хочется их терять. Или как-то менять, или вкладывать там миллиарды, триллионы в реинновации, чтобы сделать свой существующий уже не совсем эффективный транспорт, немножко лучше, чтобы он дотягивал до каких-то новых характеристик. Необходимо посмотреть реальности в глаза. Этот перед вами струнный транспорт. И ни один из существующих даже рядом близко не стоит по тому, какое влияние он несет при использовании его человечества. Возможности мира всех людей на планете и даже всех остальных живых организмов резко возрастут. Потому что мы, человечество, это всего лишь один вид живых организмов из 12 миллионов видов известных живых организмов на нашей планете. То есть, представляете, мы всего лишь одна из 12 миллионов семей. Просто имеем большие силы и возможности менять этот мир. Поэтому наш транспорт второго уровня, он не только людям поможет, но он еще спасет триллионы ползающих, летающих, плавающих существ от гибели. И, конечно же, даст возможность не деградировать, а развиваться и благоухать нашей прекрасной фауне, нашей прекрасной природе, частью которой мы являемся. Поэтому технологии Юницкого и особенно нашего струнного транспорта сейчас это один из самых актуальных и быстрых, качественных способов, как мы можем повысить уровень жизни вообще. Не только уровень жизни человека, а вообще уровень жизни на нашей планете. Сильно его поднять. Во многих местах перестать препятствовать ему, перестать останавливать его тем, так скажем, негативными влияниями, которые делает наш транспорт. И главная задача всего проекта, всей технологии, это просертифицировать технологию. Мы живем в мире документов, в мире бюрократии, и все должно иметь свое подтверждение. Есть свои серфикационные компании, которые должны все просмотреть, сделать все документы, проверить. То есть, по факту, наша задача с Анатолием Эдуардовичем, любого человека и Анатолия Эдуардовича, так скажем, вместе, это чтобы по всем документам данная технология была просертифицирована. Это будет означать, что она соответствует всем характеристикам своей безопасности, и она ведет себя на протяжении времени таким-то образом. То есть, компании, корпорации, какие-то города, думы городов, страны смогут заказывать эту продукцию и по сертификатам видеть, что да, это построено, это испытано, это работает, это просертифицировали. Все будет хорошо, мы можем заказывать. Это подтверждено, что это действительно так. И именно весь наш проект по вот этим сертификациям, то есть, это много-много-много-много чего необходимо сертифицировать, построить, испытать, продемонстрировать. То есть, это же не просто один транспорт мы делаем, а уже сейчас их 12 видов транспорт, 12 моделей, некоторые в нескольких экземплярах. И для этого транспорта не просто по существующим дорогам, а у нас еще и собственные дороги разных видов под разные назначения. И есть еще и станции, ремонтные, так скажем, части, стрелочные переводы и так далее, и так далее. То есть, это огромный спектр всего того, что необходимо при сертифицировать. Так, кроме этого, мы еще, так скажем, теперь обладатели трех заводов. Бывший завод Йомобиля. У нас есть еще второй завод, на котором делают подвижные составы. И мы построили сами третий завод. То есть, три завода сейчас, за это небольшое время, плюс все остальное, что я перечислил, люди все это, можно сказать, создали собственной энергией, собственными ресурсами, частью своей жизни, потому что уделили или вложили часть своего времени, часть своих ресурсов в то, чтобы это пролучилось, чтобы это сертифицировали и были все возможности, так скажем, развивать подобные дороги по всей планете. И в данный момент мы уже работаем в Объединенных Арабских Эмиратах, в тропическом исполнении и в Белоруссии в умеренном климате. То есть, получается, данный транспорт может быть внедрен абсолютно в любые точки нашей планеты и в абсолютно любые температурные положения. То есть, хоть в вечной мерзлоте, там будет, конечно, немножко измененная технология, но она там будет полностью работать. Она измененная, в смысле, по отношению, которая, например, в Арабских Эмиратах, потому что там минус 60, а тут плюс 60. Но перепадка все равно не 100 градусов, а немножко меньше. Поэтому данную технологию разрабатывали, чтобы она была максимально гибкая для использования абсолютно во всей планете. То есть, таким способом можно будет связать всю нашу планету единым, скоростным, безопасным транспортом. И это получится целая сеть, как сейчас у нас интернет, то есть, только это будет транспортная сеть. При этом полностью экологичность и полностью безопасность. Представляете? Это те возможности, которые есть у человека сейчас. И мы не знали, что так получится. Мы в смысле те, кто уже помогают или хоть как-то связаны с данной технологией или с данным проектом. Я, например, узнал о нем в 2016 году, и еще ни один транспорт не ездил по рельсам. То есть, я еще не видел, как это будет, видел только визуализацию. И в конце 2016 года я увидел, как поехал первый транспорт. Я был в восторге. То есть, тогда для меня это стало вот такое подтверждение, которого я даже не ожидал, что действительно это будет работать. Это действительно возможно. Мы действительно можем по струнам перемещаться на огромные расстояния. И причем между опорами, которые эти струны, может быть что угодно. Любые овраги, любые озера, реки, над домами. Причем в любом направлении может. Я думаю, это же супер гибкая технология, которую все транспортные проблемы может решить. Вот. А потом начал изучать, и оказалось, что это действительно так. Дамы и господа. Говорю, стоит только поизучать, и вы поймете, что настолько уникально и гениально каждая технология Анатолия Эдуардовича. Например, есть технология по производству вакуумного стекла, где 20-миллиметровое вакуумное стекло, главной, так скажем, составляющим которого является песок, и которым можно застеклить все дома в нашем мире без проблем, и у нас песка останется сколько угодно. У него теплопроводимость такая же, как у полтораметровой кирпичной стены. Сколько материала, сколько материала, сколько затраты на создание, на перевозку, на установку и так далее. То есть даже одна любая технология может изменить мир. А у нашего Анатолия Эдуардовича их целая серия. Поэтому, пожалуйста, вместо того, чтобы посмотреть какой-то любимый сериал, или какой-то фильм, когда у вас появится свободное время, зайдите либо на YouTube и напишите «Анатолий Юницкий», либо на сайт «unitsky.engineer». Вы проведете время с большим удовольствием, и при том вы сможете все, что вы увидите и прочитаете, посмотрите фотографии или видео. Это все изменит вашу жизнь к лучшему. Как просто знания, так и возможности использовать эти знания. Ведь до завершения первого вот этого проекта осталось совсем немного. В данный момент мы на финишных этапах 14 этапа, так скажем, а останется только 15. И главным действием там будет эта скоростная трасса, чтобы двигаться со скоростью до 600 км в час. И, конечно же, все грузовые решения. Ведь наша технология может перенять на себя более 50% транспортных перевозок уже в 21 веке. Ведь можно построить более 20 миллионов километров дорог по подобной технологии. Потому что это занимает минимум места, может строиться как в новых городах, так и в существующих городах. То есть это та технология, которая придет на помощь даже уже в те города, которые построены здесь и сейчас. И причем помощь будет внушительная и серьезная. Абсолютно всем крупным городам необходима данная технология. Абсолютно всем супер маленьким городам или бедным странам нужна эта технология. Как говорит Юницкий, вы можете глобус крутануть, закройте шар, куда бы вы ни попали, там будут необходимы какая-то из моих технологий эко-мира. Поэтому стоит только поизучать, и вас уже будет не остановить. Ведь, посмотрите, за 6 лет мы сделали, можно сказать, невозможное. За 5, от 5 до 10 лет, от миллиарда до 2 долларов может занять разработка с нуля до рынка одного пикапа, одной модели транспортно-автотранспорта для существующих дорог. А мы за 6 лет и за полмиллиарда всего сделали не одну машину, а 12 видов машин, некоторые в нескольких экземплярах, и при этом еще разные виды трасс, их построили, большинство просертифицировали, сделали 3 завода, поучаствовали в 20 международных выставках. То есть сделали такое количество, что когда люди, хотя бы хоть как-то соединенные с производством, либо вообще с каким-то развитием компаний, смотрят и понимают, как это вообще возможно, что так быстро человек умудряется сделать такие важные дела. И я думаю, что, во-первых, это его гениальность, во-вторых, полмиллиона человек поддерживает данную технологию и помогает ей развиваться, потому что они хотят видеть этот транспорт, потому что это действительно очень экономично, супербыстро, настолько ажурно выглядит, вы свободны в этом транспорте. Например, вот Юнивинт, такой одна-двухместный для самых дальних уголков, так говоря, решение последнего километра, для маленьких деревень, где там 100, 200, и там тысяча человек, либо, например, если уже тысяча, либо больше, вот, например, может быть такой Юнибайк, или там прогулочные части, все заповедники смогут использовать, или какие-то национальные парки, подобный вид транспорта, потому что он не вредит экологии, представляете? То есть, какие возможности, вообще понятие транспорта изменится? В наших городах будут ездить Юнибусы, Юникары, разные, маленькие, если много разных путей, либо составные, если нужно иметь, например, большой пассажиропоток, то есть, либо как в тропическом исполнении наш Юникар, который может передвигаться и работать в невероятных температурных условиях, либо, конечно же, наш Юфлэш, транспорт, который может передвигаться со скоростью до 600 км в час, с идеальной аэродинамикой, в 6 раз, если не ошибаюсь, лучше, чем у Бугатти Вейрон, потому что у него нету практически сопротивления и разрушения окружающей среды по сравнению с автотранспортом. Ведь автотранспорт на скорости 60 км в час тратит 30% энергии на сопротивление и разрушение окружающей среды, а при 300 км в час 90% Юницкий, поняв это, начал работать с аэродинамикой, изучил аэродинамику и создал транспортные средства, у которых аэродинамика лучше, чем у самолета. Представляете? То есть, нам не нужно бороться с окружающим миром. Мы с помощью такого носа аккуратно, как горячий нож, масло разрезаем, так сказать, мы раздвигаем наш воздух и спокойненько проходим вперед. С каждой стороны обтекание воздуха идет одинаковое и даже снизу нету экранного эффекта, потому что у нас не сплошное полотно, которое при поездке автомобиля происходит завихрение воздуха и его тормозит. А здесь у нас свободно, нету сплошного полотна, а отдельные рельсы, стальные рельсы и стальные колеса по ним с эффективностью в 99%. И таким способом еще сзади подобный нос не дает создаться воздушной яме, то есть, так скажем, не затягивает воздушная яма транспорт назад при движении, то есть, когда там слишком разреженный воздух в месте, где только что находился транспорт. Таким способом все эти вещи, убранные или доведенные, так скажем, до идеала, делают минимальное сопротивление, а значит, мы можем либо развивать очень большие скорости, либо мы можем на, скажем, более меньшей скорости тратить просто меньше энергии. То есть, немножко нужно, чтобы разогнаться в такой среде, чтобы поддерживать скорость 600 км в час и чтобы притормозить. То есть, всей этой логикой пропитаны все технологии Анатолия Эдуардовича. Но это пассажироперевозки. Это удобно, это необходимо всем, но если говорить о транспорте, как о бизнесе, транспортный бизнес, один из самых дорогостоящих, самых прибыльных, то вся прибыль лежит как раз в грузоперевозках. И Анатолий Эдуардович здесь сделал тоже свои, так скажем, проработки. Ведь у нас есть и транспорт для разработки месторождений. Туда, куда нельзя направить ничего, кроме летательного транспорт, только на вертолете что-то приехать, но на вертолете много руды или чего-то не вывезешь. А туда не загнать ни большой грузовик, ни железную дорогу не подвезти. Но с помощью струнных технологий мы можем объять что угодно и направить куда угодно нашу, например, дорогу. Сейчас покажу я ее. Ну, может быть, конечно, такие вот юниконты, где могут быть штучные грузы, сыпучие грузы, жидкие грузы, обычные либо есть специальные контейнеры как для опасных грузов. Есть юниконты, то есть контейнеры любого типа, например, даже морские, 40-футовые, 20-ти, контейнеры любого рода могут ставить на наш транспорт и наш транспорт поехал без человека, без человеческого фактора, уже по заданной драектории в то место, куда ему нужно доставить этот транспорт. Все, поставил груз и он пошел. Человек больше не нужен. Он и не нужен, потому что все само делается, и он и ошибок никаких не сделает. То есть мобильность максимальная, логистика максимальная, скорость максимальная, затраты минимальны. Что может быть лучше? Такие, конечно, есть и подвесные, и навесные. Это, конечно, больше будет на берельсовой ферме, то есть более тяжелая дорога, берельсовая, двойная, чтобы они могли более широкие, так скажем, транспортные средства с большим весом ехать. Именно подобную технологию сейчас сертифицируют в Арабских Эмиратах. Ну и вот то, с чего я начинал, месторождение. То есть это, можно сказать, дорога, только со специальной лентой, по которой может идти грунт туда, где уже дальше с ним можно работать, либо фасовать, либо перегружать там наш транспорт, либо пока еще на существующую железную дорогу, либо автотранспорт для дальнейшего движения и дальнейших дел. То есть вся грузоперевозка продумана Анатолием Эдуардовичем, и с помощью наших технологий можно будет этот бизнес постепенно приходить на помощь, потому что то, что предлагают Юницкие по цене перевозки 1 доллар за 100 тонн на 1 километр. Это ноу-хау, это супер минимальная цена, при том, что это полностью безопасно и экологически чисто. И это то, что придает Анатолий Эдуардович предлагает миру. Но, опять же, есть технологии и, например, порта. Как делать порт на шельфе моря? Не там, где у нас побережье, земляные работы, это очень дорогостоящее. Там, где земля соприкасается с водой, и нам воду нужно, например, из-под воды выбрать большую часть грунта, чтобы могли большие корабли заходить. Это невероятно дорого. Вообще, порт это очень-очень дорого, и любые там ошибки или простое. Один день корабля может миллионы стоить. За которые кто платит? Конечные потребители, дамы и господа. Мы. Но с помощью порта на шельфе моря, то есть, это прямая часть уже от берега, уже вода, но еще прямая часть. То есть, где-то недалеко от берега, где не нужно будет ничего копать, но уже есть достаточная глубина, сможет подходить любого рода транспорт к подобному порту. И он просто сгружает на этот порт свой груз. Он попадает прямо на нашу платформу Unicont, у которой уже есть задание, куда, в какую страну, в какой распределительный пункт его нужно направить. И как только груз поставлен и все закреплено, наш транспорт уходит. Я думаю, вы видели порты, там, где в 50 рядов, в 6 в высоту стоят множество контейнеров, дожидаются своей участи, либо их переместят, либо на грузовик поставят, куда-то отправят, либо на железную дорогу. За этот весь простой, за аренду этого места, все вот это, все равно сваливается на наши с вами плечи. мы за это платим, а здесь всего этого нет. Да, наши товары, наши покупки какие-то придут максимально быстро и максимально дешево, при этом максимально безопасно, и мы никак не навредим нашей окружающей планете. То есть, представляете, какие возможности? И так все технологии, эко-дома на шельфе моря, линейные города-эко-поселения, так скажем, можно будет передвигаться с высотки на высотку, на более легком виде транспорта, и где есть еще гравитационный двигатель, который может и рекуперировать энергию, когда идет чуть вниз, и выдавать ее, когда идет чуть вверх. Это здание с озеленяемыми крышами. То есть, полная автоматизация, насколько это возможно, потому что наши технологии уже достаточно разумны и продвинуты для того, чтобы использовать их настолько серьезно. Потому что это, как говорит Анатолий Эдуардович, друзья, это пятый, седьмой класс советской школы физика. Вот, говорит, ничего уникального, я просто собрал вещи уникальным образом, для того, чтобы получить максимальные характеристики для человека. Вот, при этом никак не разрушая то, что вокруг тебя. И действительно, вроде мы говорим о инновационных экологических технологиях, а по факту это пучки струн, предварительно натянутые, из-за чего они становятся нереально ровными, крепкими, прямой дорогой, по которой может ехать транспорт. У них, кстати, запас десятикратный, запас прочности. Так вот, эти струны помещены в корпус рельса и заполнены специальным бетоном, который имеет антикоррозийное средство, шумопоглощение и фиксацию этих струн в определенном месте в этом вот корпусе. И сверху стальная головка рельса, по которым идет стальное колесо. 99,8% это коэффициент полезного действия такого перемещения. Это гораздо выше, чем все остальное. Получается, что самыми простыми путями Анатолий Эдуардович сделал самый эффективный транспорт. И когда начинаешь изучать, это действительно так. Потому что смотришь на гибкость всех транспортного, всего транспортного ряда, модельного ряда и модельного ряда самих путей, то есть, например, берельсовая ферма, полужесткая, провисающий рельс, либо колтюбинговая труба, то есть, в исполнении так, чтобы можно было из специальных материалов сделать трубу, по которой едет, так сказать, суперлегкая трасса, едет, например, Univind, который вы видели сегодня, и расстояние между опорами 2000 метров, до 2000 метров, то есть, таким способом вы сможете перемещаться через огромные просто расстояния, где ландшафт не приспособлен для создания любого вида транспорта, но не нашего. Поэтому перед вами простая, но гениальная технология, и она действительно самая актуальная, потому что эта логистика, когда транспортные средства связаны между собой, они как искусственным интеллектом связаны алгоритмами, вместе как трудовые пчелки работают, шуршат и делают ту работу, которую мы им даем. С помощью подобных маленьких транспортных средств каждый сможет добираться конкретно по своим задачам, без лишних остановок, абсолютно быстро и свободно. То есть вы сели в транспорт и вы свободны, вам не нужно управлять, вы ничего не можете натворить негативного, вы либо отдыхаете, хотите, можете поспать, хотите, можете наблюдать за красотой нашего мира в окошко, общаться с другим человеком, работать, учиться. Это время будет предоставлено нам для того, чтобы творить и созидать. Мне кажется, это правильное направление создания технологий, когда наши технологии помогают нам в жизни, а скорости, которая даст нам подобные технологии, они нас выведут просто на новый уровень. Представляете, мы за один день сможем работать не то, что в нашем городе, не то, что в соседней там городе или столице, в соседней стране можем работать, сделать все дела, съездить еще в соседнюю страну, сделать дела и вернуться домой в это же время, не потратив на транспорт больше, чем некоторые люди тратят в день на свой транспорт, чтобы добираться до работы и назад. То есть я знаком с людьми, которые тратят по часу-полтора в день на то, чтобы добраться, а некоторые тратят час, чтобы добраться в одну сторону только до работы, то есть какая-то часть жизни проходит в транспорте, а здесь у нас будет возможность, так скажем, лицезреть как минимум самые лучшие красоты нашего мира вокруг и быть в полной чистоте, в полной экологии и в максимальной скорости, которая возможна на нашей планете. эти транспорты это электромашины, очень разумные, выглядят просто, но это не проще, чем самолеты. Есть специальные аккумуляторы, наши мотор-колеса, системы охлаждения, системы безопасности. В таком транспорте более 250 датчиков, даже в самом маленьком, для полной безопасности пассажира и груза, которые в нем переводятся. То есть, это электромотор, электромобиль, обычный электромобиль, только который идет по второму уровню. И эта маленькая часть, маленькая разница дает невероятные возможности для человека, ну, вообще, для всего живого на Земле. Просто представьте, что поверхность нашей планеты станет в 10 раз разгруженнее, чем сейчас. Уберется необходимость в таком количестве железных дорог и эта часть их снимут. Они не нужны будут. На них может быть построено все, что угодно, другое, новое. И автодороги будут сняты. То есть, с помощью подобной интеллектуальной застройки и замены человечества за несколько десятилетий, ну, ладно, если так широко возьмем, за 21 век сможет выйти в то направление, о котором никто даже и мечтать не мог. Но эта возможность есть у нас. эти транспорты, они помогут нам обезопасить эту жизнь, сделать ее быстро. Интеллектуальные системы управления сделают ее, так скажем, разумнее по сравнению с тем, что сейчас у нас перегружены наши города, и тот транспорт, который раньше был так полезен и имел высокую скорость, он теперь не имеет такую высокую скорость, потому что негде разограться, все перегружено, и невероятно высокая аварийность. Мы можем это изменить, дамы и господа. И если мы когда-то могли сказать, что от нас ничего не зависит, то сейчас мы так сказать не можем, потому что с помощью такой компании, как Sky World Community, с помощью такого ученого и возможности развивать проекты с помощью народного финансирования, дорогие, их тысячи, тысячи на планете развиваются подобными способами. Просто я сегодня вам рассказываю, на мой взгляд, после изучения десятков подобных проектов, это лучший, имеющий самое большое положительное влияние на наш мир и на жизнь каждого человека в целом. Потому что мир изменится как в новых городах, так в существующих. Мы заселим и расселимся по всей планете равномерно. Сможем дышать чистым воздухом, сможем быть в безопасности, сможем находиться там, где мы хотим и сможем мгновенно практически добираться, ну, по сравнению со скоростями сейчас, до нужных нам мест. Ведь тот транспорт, который создал Анатолий Эдуардович, он один из самых, один из самых эффективных по всем показателям, если их вот рассмотреть с другими транспортами. То есть мы с вами строим то, чего еще никогда не было. Может, из-за этого так много непонимания местами или где-то какой-то скепсис, но с другой стороны мы строим с вами будущее. И это будущее в наших руках. Как вы видите, это реальная фотография. Я лично сам катался на четырех видах транспорта. Я опробовал. И еще более десяти тысяч человек, которые так же, как и я, хотели соприкоснуться с этим и получить свои аргументы, чтобы не просто другим людям рассказывать что-то, чего сам не попробовал. Нет. Я видел это собственными руками. Я трогал это собственными руками. Видел собственными глазами и пробовал собственным телом. И я понимаю, что это наше будущее. С помощью такого транспорта мы сможем передвигаться везде и всегда. Лишь только стоит поинтересоваться. Конечно же, все начинается с изучения. Но что нужно точно осознать, то что пятнадцатый этап он уже наступит очень скоро. И это будет последний этап. Но, наверное, многие со мной согласятся, у каждого человека должна быть возможность хотя бы один раз соприкоснуться с данным ученым, с информацией о нем, с данным проектом. И уже положа руку его в себе на сердце, на собственной совестью решить, собрать аргументы точнее сначала, а потом решить, можно ли пройти мимо подобной технологической революции, которая сейчас настолько необходима. Или можно ли пройти мимо компании, которая, если вы вспомните самое начало, основные побуждающие факторы, которая может улучшить так много показателей жизни каждого любого человека на нашей планете, любой континент, любой язык. Именно с помощью подобных технологий эко-мира и таких ученых, как Анатолий Эдуардович Юницкий, мы сможем нашу планету сделать раем. Действительно, при жизни. Я был в местах на нашей планете, похожей на рай. Например, дом, эко-дом, деревянный дом, первый деревянный дом в Объединенных Арабских Эмиратах от Анатолия Эдуардовича Юницкого. Это действительно Эдемский сад. Ты приезжаешь туда, вокруг тебя мертвая пустыня, ты видишь эту жару, везде, можно сказать, песок, барханы, и тут ты подходишь к этому зданию, которое вокруг полностью цветет, полностью зеленое. То есть, кроме того, что здание деревянное, сделано все так, чтобы мы в содружестве с флорой жили. Ну, конечно, и с флорой, и с фауной. И в итоге все это здание, ты подходишь к нему, тебе начинает легче дышаться, потому что производство кислорода с помощью наших прекрасных растений. Они же на себя поглощают температуру, то есть, как кондиционер работают. Они поглощают температуру, а под ними, под растениями, где бы ты ни проходил, есть тень, и тебя не так ужижают. То есть, получается, мы в содружестве живем и используем нашу природу. Эти технологии, все Анатолий Юнистского нацелены на подобное использование. Можно получать максимально хорошие характеристики, при этом никак не вредить, и, так скажем, чтобы даже все работало автономно. Более того, когда проходишь еще немножко дальше, внутрь дома, там вообще рай, потому что цветут сады. Ты только что был в мертвой пустыне, а тут цветут сады, цветут цветы, птички поют. Даже улей пчел образовался в таком месте, сразу, прямо там, где работает наш Анатолий Эдуардович Юницкий со своими коллегами. То есть, этот рай, его можно создать. То, что мы сейчас увидели, например, и с Литвы, и с Латвии, представители ездили в Белоруссию смотреть, как сейчас там обустроены наша, так скажем, акварель, это Юницкого, так скажем, часть, и рядом с ней наш Экотехнопарк. Мы посмотрели на эти технологии, это все реально, эти дома цветущие, с садами на крышах, и внутри в твоей гостиной, это действительно рай, где у тебя еда, прямо у тебя дома растет, ты ее можешь есть, причем, чуть ли не тропич, инжир сочный, спелый, в Белоруссии, то есть это все реально, и единственная возможность, как это может стать реальностью в полноценной мере для всех, это если люди выберут это, выберут то, что они хотят видеть это в своей жизни, и внесут хотя бы какую-то, хотя бы самую минимальную лепту в ускорение или развитие этого, то, что они изучили и почитали и знают больше, когда-то смогут поделиться информацией, либо передать информацию, либо передать сайт, чтобы другой посмотрел, либо рассказать то, что знает, либо посоветовать обратиться к тому, кто кто-то знает, любые части участия будут полезны, но, конечно же, больше всего полезно поддержать подобные технологии, потому что завершение сертификации это самая важная задача, с которой нам необходимо справиться. И я надеюсь, что, как и я, когда-то у вас хватит интереса, терпения и желания сделать этот мир лучше вокруг себя, что вы зайдете или бы на YouTube и напишите Анатолий Юницкий и выйдите на его канал, либо зайдете на сайт юницкий.инженер и изучите немножко больше, для того, чтобы понимать, каким может быть наш мир с нашей помощью. А пока я желаю вам всего доброго. С вами был Артем Курбанов из Латвии и из Дагуфпилса. Я желаю вам развиваться, интересуясь, дышать глубже, как можно больше улыбаться друг другу, ну и, конечно же, любить. Ведь все, что мы не делаем, это любовь, наше проявление. наши лучшие стороны, то, как мы относимся к этому миру. И SkyWorld Community это сообщество людей, в которых более 500 тысяч человек, которые эту свою энергию, свою любовь к жизни, ко всему живому, концентрируют на развитии и финансировании инновационных экологических технологий. Как вы можете видеть в течение нашей встречи сегодняшней, очень успешно. И мы уже на финишной прямой. Поэтому, дамы и господа, жду ваших вопросов. Контактируйте, заходите на главный сайт компании SkyWorld Community, там есть абсолютно все, что вам необходимо. Обращайтесь ко мне, либо к своим друзьям, знакомым, если у вас есть какие-то вопросы. Главное, действуйте. Действуйте и делайте свою жизнь лучше. А я постараюсь вам в этом помочь. Спасибо большое за ваше внимание, ведь всюду, куда направлено ваше внимание, то и растет. И сегодня наши общие дела стали лучше и выросли. С вами была компания SkyWorld Community. До новых встреч, дорогие друзья. Будьте здоровы. Улыбок. КОНЕЦ